Добрый вечер Хакасия, добрый вечер юг Красноярского края и конечно же добрый вечер наш любимый город Абакан. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан 24 и его вечерняя программа Во Время. Мы также приветствуем вас на волнах радио Абакан 24, наша волна на радио 7106 УКВ. Если вдруг вы когда будете в походе, не знаю, в поездке, включайте свои приемники на этой волне, ультракоротких волн. Если ваш приемник еще до сих пор принимает их, я понимаю время ушло далеко вперед, но мы храним традиции именно УКВшный Ель. Абакан 24, радио тоже слушайте нас в прямом эфире. 22-41-18 наш телефон. И сегодня мы будем говорить о недвижимости. У нас в гостях сегодня заместители, руководители Росреестра Хакасия Сычакова Наталья Ивановна. Добрый вечер Наталья Ивановна. Здравствуйте. И Ольга Лаврентьевна Найдешкина. Добрый вечер, Ольга Лаврентьевна. И наш вопрос звучит сегодня так. Почему права на недвижимость важно регистрировать вовремя? А я скажу, почему, уважаемые телезрители, потому что вовремя не зарегистрируешь права, как это вот у нас есть такое дело, в семье, я имею ввиду еще той, от родителей. Один родитель ушел 20 лет назад, так до сих пор и не можем, вот все, суды, всякие суды, это какой-то ужас, это такая беготня по инстанциям, потому что все сделано не вовремя. Хорошо есть старшая сестра, которая этим занимается. То есть вы на себе испытали? Это ужасно, да, это очень много-много потом всяких дел, если не вовремя, все сделал. Итак, вот у меня есть еще вводная часть, можно я с нее начну? Конечно. Вы не против, да? А вы готовьте свои вопросы, время в нашей программе летит очень быстро, и потом, когда в конце начинаете звонить, мы уже не можем их, к сожалению, принять. Итак, весной прошлого года, и не только весной прошлого года, у нас эти пожары, они очень часто, особенно вот сейчас, похоже, весна будет ранее, и возможно, повторение 15-го года в 23-м году. Ничего себе, я людей начал пугать. От стихийных пожаров пострадало большое количество объектов недвижимости, ну и, соответственно, людей. В Абакане на Самохвале, вот у меня справочка сгорела, или частично сгорели, более 500 садовых домиков, ход построек, огородов, и многие остались без, не то что без недвижимости, а теперь же надо еще и доказывать, как-то это все восстанавливать, бумаги. Я как бы уже в преддверии вопроса, но начнем с вас, Наталья Ивановна. Вопрос, зачем нужно регистрировать недвижимость, и он, конечно, банальный, но, тем не менее, это надо всегда проговаривать, потому что мы как бы знаем, да, да, как это важно, а потом получаются и деньги, кстати, деньги большие. Несмотря на то, что действительно вопрос банальный, его надо действительно проговаривать и как можно чаще об этом говорить, потому что, ну, первый ответ, да, на который вы сами, в общем-то, дали, это чтобы юридически и полноценно стать собственником своей недвижимости, чтобы можно было потом пустить в оборот, продать, подарить, опять же, завещать, да, какие-то вещи такие, и чтобы тем же наследникам не пришлось потом по судам доказывать, что это имущество принадлежит, там, моему родственнику, наследодателю. То есть это юридическая, полноценная собственность на недвижимость, которую никому не нужно доказывать. Это, конечно, первая причина. Вовремя почему это важно сделать? Вовремя, это как раз возвращаясь к нашим пожарам, да, которые и случались и в прошлом году, и раньше были пожары, и людям без зарегистрированных прав, к сожалению, приходилось тяжело. Приходилось доказывать, что именно они, собственники, документы все сгорели. Да, действительно, ведь вот эта огненная пасха 15-го года, там, когда начинали потом, ну, помощь от государства была большая, но люди ее, прежде чем получить, им надо было доказать, что они действительно имеют право на эти деньги, что они там жили. Многим из них пришлось доказывать это в судах, потому что прав у нас в реестре не содержалось. То есть сегодня наш реестр с объектами недвижимости и с правами, по сути, это единственный достоверный источник, которыми могут пользоваться и многие органы власти, любые, и та же налоговая служба, да, и какие-то другие. Мы передаем теперь управляющим компаниям свои сведения, то есть управляющие компании видят, когда вы стали собственником, и с какого момента можно с вас, ну, допустим, какие-то взносы уже собирать. То есть вот эта информация, которой владеем мы достоверная, актуальная и юридически подтвержденная. Вот я не знал про управляющую компанию, то есть есть ли что вдруг, какая неприятность, управляющая компания может свидетельствовать о том, что вы там жили? Управляющая компания пользуется нашими сведениями. И если, допустим, что-то, даже если сомневается в площади вашего жилья или вашей квартиры, она может запросить у нас, и мы либо подтвердим, либо опровергнем эту площадь. То есть вот это сведения, наши сведения, которые могут, ну, практически все организации, которые как-то связаны с недвижимостью, с платежами на недвижимость, на электроэнергию, да, на коммунальные услуги, они все используют наши сведения. Кстати, про управляющую компанию надо будет отдельно поговорить, у нас же с 1 марта, ну, все мы люди, вновь в ЖКХ свои тарифы, там, чего-то меняют по общедомовым учетам, приборам учета и какие-то там... Так же актуальная тема, да. Ужас, ужас. Но опять же касается и жилья, вот если живет в квартире много людей, ну, такие как безразмерные, а зарегистрирован один человек, там же и нормативы другие, а дом потребляет в итоге больше света, тепла, ой, тепла, воды и водоотведение. Соответственно, расходы растут, а они раскидываются на весь подъезд. Но это надо будет, конечно, в ЖКХ говорить. Это отдельная тема, но, как правило, вот если вспомнить, то мы, в общем-то, за электроэнергию, вот за водоснабжение мы платим как раз именно потому, сколько потребляем, да, если мы уж коснулись этого. А вот именно такие вещи, просто как коммунальный платеж или фонд капремонта, оплата, это как раз по количеству зарегистрированных собственников будет, не по количеству проживающих. Но вернемся к нашей теме. А вот как вариант, к чему, несколько возможных вариантов, к чему может привести, кроме вот этой головной боли, несвоевременное оформление прав собственности? А вы не скучайте, мы сейчас к вам перейдем. Нет, я не скучаю, я внимательно вас слушаю. Ну вот, допустим, у нас, как правило, с каждым годом меняется законодательство. В каком-то месте оно прощается, в каком-то оно немного ужесточается. Хотелось бы стабильности в законодательном уже плане, между прочим. Тем не менее, вы знаете, это как раз происходит именно с требованием времени, да, и с теми как раз ситуациями, которые возникают, и с теми же пожарами, и с теми же затоплениями, да, которые вот наводнения происходят. И там тоже люди теряют имущество, и недвижимость страдает. И как раз вот, допустим, чтобы этого не произошло, чтобы человек не оказался в зоне затопления, и его дом, он не построил дом, мы сегодня в ЕГРН, в свой реестр, вносим такие сведения, что вот, допустим, вот эта территория является зоной подтопления. Как вот микрорайон Водник, да, в Абакане, так называемый район? Ну, да, есть такой микрорайон, да, и вот, допустим, в некоторых районах наших, в Аскийском районе, вот знаем, в Абазе, в некоторых других, есть такие... Да, очень много, да, да, они в зоне риска, и люди могут пострадать от этого, да, и все их имущество, все хозяйство, собственно, если вдруг такое случится. Не поможет в этом случае. Если, опять же, ваши документы на недвижимость оформлены правильно, сведения есть у нас, то вы смело можете оформлять страховку. Без наших сведений страховку будет оформить на дом, скорее всего, затруднительно, потому что оформить может собственник, а вам нужно, опять же, страховой компании доказать, что вы собственник доказать, вы можете именно тем, что сведения выстены у нас, да. Слушайте, а, извините. Если мы коснулись этой темы, зоны затопления, да, но вот, насколько помню, что у нас на территории Республики Хакасия, ну, больше 70 населенных пунктов, в которых устанавливаются зоны потопления и подтопления. Ого, я не знал, какую цифру огромную. Да, поэтому практически все районы будут затронуты по установлению этих зон. А, слушайте, еще вот старожилы говорят в этом году, что возможно, ну, старожилам ведь нет, но они говорят, весна будет плохая в том плане, что, возможно, подтопление, потому как земля замертла раньше, снег выпал позже. Ну, что там какие-то у них свои расчеты, и говорят, будет большая вода. Ну, вообще эти работы проводят у нас органы исполнительной власти, субъекта. Они проводят, специально заказывают эти работы у специализирующих организаций, проводят, ну, еще раз повторюсь, проводят эти работы кадастры, где установить эту зону, то есть это определенное изыскание, да, я так понимаю, и несколько органов, получается, согласовывают, да, вот эти работы. Потом уже по результатам тогда уже вносятся в ЕГРН. 22-41-18, я повторю наш телефон, начинаем звонить, у нас уже 19-37, а первые гости у нас до Алина, 20-10, да, то есть остается полчаса с небольшим, начинайте звонить, иначе не успеете. Ну, коль, Ольга Лаврентьевна, вы взяли слово, тогда вопрос сразу к вам, чтобы мы недалеко ушли от этих самых пожаров. Вот когда собственники сами становятся виновниками пожаров, влияет ли на, вот там, признание, вины, непризнание, я задаю банальные вопросы, но тем не менее, на то, вот если я виновен в пожаре, мне положены какие-нибудь будут выплаты или нет? Если вы виновны в пожаре, какие вам выплаты? Не знаю, ну вдруг, с уроками. Смотрите, у нас установлено, ну, всеми нормативными актами и законодательством земельным, да, что каждый собственник, пользователь, арендатор или он земельного участка обязан ухаживать и содержать свой земельный участок. Да, но вы же сами сказали, извините, что перебиваю, что законодательство меняется. Вот, если человек живет там, ну, уже несколько десятилетий, да даже два десятилетия, это достаточно большой срок для нашего законодательства, на своем участке, в деревне, там, в поселке, ну, частный сектор. И когда-то там, ну, строили совершенно по другим правилам, у заборов соседских, там, дачи, стайки, времянки и прочие хозпостройки. А теперь сколько там, три метра надо относить? Ну, да, сейчас градостроительные регламенты строительства изменились. А у некоторых оградки настолько узкие, что не будет там трех метров? То есть это же уже нарушение, не сносить же мне мою баню? Ну, понятно, что законы обратной силы не имеют, если уже на тот момент, когда строился этот дом, действовали другие регламенты строительные, да, то есть сейчас, конечно, это оспаривать никто не будет. О, то есть это не грозит ничем. Да, то есть речь идет о вновь возведенных объектах на сегодняшний день, допустим, да, и применениях строительных норм, которые действуют на сегодня. Как мы говорим, три метра там от забора и определенные параметры для строительства дома, то есть установленные, да, законом. Это один момент. Если дом стоял очень давно, там, 20 лет, ну, заборы, да, постройки. Никто уже, как правило, требовать не будет, да, уже, потому что дом очень давний, и таких требований тогда не было, да, именно, вот, соблюдение трехметрового расстояния, поэтому, конечно, никто уже требовать с них сегодня такого не будет. То есть все, что было до этого момента, так и остается. Новый закон появляется, новые требования тогда. Ну, опять же, вот, у меня, я же из деревни родом, и вот там родовое, так сказать, гнездо дворянское, а там тоже все впритык, и тоже с соседями. Иной раз смотришь, как соседи топят баньку, особенно зимой, там из трубы прямо пламя. Ты думаешь, проснемся мы сегодня в доме или на улице? Ну, как-то страшновато на соседей, а на соседей стучать неудобно. Им, конечно, скажешь, они, ну, печка у нас такая, так топится банька. При случае пожара, да, мы говорим, да, виновность и причину у нас устанавливают органы МЧС. Они у нас за это ответственные, конечно, вот именно за возгорание, что послужило причиной. Ну, а дальше, если виновность лица, мне кажется, будет установлена, это может и рассмотреть и судебный орган, и другие органы. Ихи-то надо договариваться по-сотетски, да? Ну, либо в таких случаях я бы соседу рекомендовала тому, который боится, что сосед может разжечь слишком ярко свой огонь, ну, застраховать имущество. Именно внести к нам сведения в сереестр, чтобы и дом был, и ваши права, и застраховать свой дом. То есть и страховка к вам приходит в документ? Нет, это наша рекомендация, поскольку, вы знаете, все это связано с недвижимостью, и у нас есть своя юридическая служба, которая иногда участвует в таких судебных спорах. Люди между собой, особенно соседи, к сожалению, спорят очень часто, в том числе и за границ земельных участков. Но вы видите, да, что застрахован дом? Мы не видим, нет. Нет? А у меня вот тут как раз вопрос есть, если случилось так, что документы на дом сгорели, как быть собственником в таком случае, как доказать, что он владелец объекта, а страховку, это, конечно, она к страховой компании. Да. Ой, я сейчас ужасы буду, мы вернемся к этому вопросу, но у меня сразу возник такой вопрос. Не дай бог, конечно, но форс-мажор никто не отменял. Вот живет в доме, там, дедушка, допустим, у него домик застрахован, но домик сгорел, дедушка задохнулся. А наследники не знают, что дом был застрахован, например. Ну, как правило, оформляя документы у нотариуса, нотариус может запросить такие сведения. То есть, в принципе, вероятность есть, что они могут об этом узнать. Ну, это, возможно, не сами. То есть от родственников не надо иметь никаких тайн таких финансовых? Ну, во многих случаях, наверное, не надо. Опять же, смотря какие родственники. Ну, это хорошо, когда у дедушки все права оформлены действительно, и дом застрахован. Мы же знаем, как правило, часто именно на старые дома, вот как раз к чему мы призываем всех наших граждан, родственников наших таких владельцев, приходить к нам и вносить сведения о своих домах. Потому что они, как правило, имеют старые документы на руках, да, и никуда не ходят с ними. То есть, по сути, у нас сведений о них нет. И в таких ситуациях, при том же пожаре, как правило, вот именно этим людям приходится доказывать. И в суде в том числе, что это я собственник, что у меня был такой дом, такой-то площадью, двухэтажный или там, может быть, даже трехэтажный, да. И, пожалуйста, мне, вы платите какую-нибудь компенсацию, помогите мне. Ну, как правило, приходится доказывать. А ведь бывает, что вот дома приватизированы были еще в 90-е, вот в те годы, да, а там же уже и документы, и нормативная база вся изменилась. Да, но они юридически действительны на самом деле. То есть, у нас в реестре таких сведений, как правило, нет, если человек сам не придет и к нам не заявит. А тот документ, который у него есть на руках, он юридически действителен. Он с ним может прийти. Просто это все может сгореть и как доказывать. Совершенно верно, да. Это можно, в принципе, восстановить, но, опять же, восстановить через судебный орган. То есть, человеку придется все равно доказывать в суде. А там пошлина, еще что-то. Совершенно верно. И все равно придется делать техническое описание дома по новой. Это тоже деньги. Это тоже деньги. То есть, мы с вами в любом случае... Либо свежая постройка, либо очень давняя постройка надо вносить. Это сегодня такая жизненная необходимость. Ну вот, раз мы пришли к тому, что надо оформлять, вопрос такой встречный. А если человек не оформил право собственности, что делать? Ну, вот, опять же, доказывать в суде. Он, конечно, может, допустим, человек, не оформивший свое право собственности, ну, возьмем это дом, да, он не платит за него налоги. Может быть, ему, конечно, это и выгодно. Но он не сможет на законных основаниях продать, подарить, завещать, сдать даже в аренду. То есть, в принципе... Ну, у нас в аренду незаконно сдают, и все об этом знают. Это свой бизнес для него. Мы все-таки думаем, что у нас все граждане законопослушные, и все оформляют должным образом. Как вы хорошо у нас думаете. Не, ну, это тоже другая тема, это когда правоохранители к нам придут. Хорошо. Но Ольга Ваврентьевна у нас не договорила по поводу содержания же еще участков. Я-то вот опять перебил вас с этими своими метрами и постройками старыми, но там же еще надо как-то правильно... Есть правило, как содержать, видимо, свои участки. Ну, да, я начала уже говорить о том, что есть обязанность, да, у любого собственника, там, пользователя земельного участка, содержать земельный участок, ухаживать за ним, скашивать траву, если ты, допустим, даже его не используешь. Особенно почему у нас там случилась ситуация с самосхвалом, да, у нас еще природные такие условия, что у нас может быть сухая погода и ветер. И вот такая трава попроет. И вот эта трава очень высокая, да, как раз и способствовала тому, что это очень быстро все у нас там сгорело и распространилось, да. Вот мы к чему говорим и почему мы проводим профилактические какие-то свои мероприятия. То есть вы тоже этим занимаетесь? Да, это мы по противопожарной безопасности проводим в сфере земельного государственного контрольного отзора, мы проводим такие профилактические мероприятия. То есть мы выходим на земельный участок, выезжаем, ну, это без взаимодействия с заявителем, вот, выносим предостережение, либо просто пишем письма о том, что человеку, граждану, собственнику, о том, что он обязан содержать этот земельный участок. Но у вас же нет права наказывать, наверное? У нас нет части противопожарной. Так они прочтут вашу бумажку и тут же выбросят в этот же мусор? Ну, зато есть в МЧС, мы думаем, да, право наказывать. Есть, допустим, понятие такое, как неиспользование земельного участка. За неиспользование земельного участка может быть административная ответственность. А когда мы говорим, что земля выросла, ой, земля, говорю, трава выросла по пояс, да, то это говорит о каких-то признаках его неиспользования, там, в течение года. Заброшенным. Заброшенным, может быть, поэтому, конечно, такие... Здоровья нет, лень возиться. Ну, да, это очень у нас характерно, он для многих садовых именно участков, да. Так оттуда и идут все пожары. Вот, у нас еще не оттуда идут. У нас еще идут от несанкционированных свалок, допустим, да, пожары лошадной. Слушайте, ну, вроде борется же мэрия с этими свалками. Борется, все борются, органы власти борются все. Но мы горим, да? Но мы горим. И прежде всего, я думаю, что именно граждане, люди должны быть более бдительны и более ответственны, потому что у нас такой сезон наступает, да, и мы вот с этой темой... Самый неприятный сезон. В плане ветров и суховьев я вот это имею в виду. Давайте послушаем звонок и вернемся вот к этому бардаку на наших участках. Что греха таить. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, если капитальный гараж был приобретен 20 с лишним лет назад, это район с трикотажкой, но мы им 20 лет не пользуемся. Просто там воровство было, мы его так и брочили, и не пользуемся. Что нам делать? Продать, наверное. Никто его не купит, там воровство. А что вы хотите с ним сделать? Гараж. А вы хотите использовать его? Нет, нет. Он нам не нужен. И вот он там стоит и стоит, и мы даже не знаем ее. Может, в каком он состоянии там. А вы... Нет, капитальный гараж, я понимаю, да. А вы его покупали по договору купли-продажи? Нет. Ой, это 20 с лишним, ничего, нету этого договора. Просто он свою эту документ отдал нам, и все, мы заплатили, и все. Ну, по сути, у вас сегодня нет никаких документов на гараж, да? Ну, наверное, нету. Ну, вот смотрите, вот ситуация такая достаточно своеобразная, потому что... Спасибо. Спасибо за звонок. Поясню. Если бы вы хотели пользоваться, да, если бы хотели пользоваться, то, конечно, мы бы посоветовали, как оформить. Сегодня, кстати, действует закон, гаражная амнистия называется. А, продолжается еще? Он еще продолжается, он до 26-го года будет продолжаться, да. И есть возможность в упрощенном порядке оформить такой гараж. А если не хотят пользоваться, и нет никаких документов, ну, строго говоря, даже можно усомниться, что на самом деле являются ли они собственниками. То есть, и, в принципе, ну, как правило, я не знаю, какие отказаться от объекта недвижимости, у нас нет такой возможности. Ну, я думаю, его продать-то, в принципе, все равно можно. Кто-нибудь докупит, ну, пусть даже подешевле, но это деньги реально, нет? Вот можно, знаете, как продать? Вот передать деньги, и все, не оформляя никаких документов, потому что если гараж на самом деле не оформлен, никакого описания у него нет, да, то вот просто передать деньги и продать. Но новому собственнику, если он хочет полноценно пользоваться, все равно придется оформлять на него документы. А если нет никаких документов, это как придется делать? Вот это как раз по закону о гаражной амнистии. То есть, в принципе, нужно будет доказать, что гараж создан давно, до 2004 года, ну, точнее, до 29 декабря 2004 года. Если гараж создан, то есть любые документы нужны, хоть какие-то. Хоть пусть это у них, если есть в гаражном массиве электроэнергия, да, любая квитанция об оплате электроэнергии, датированная, ну, каким-нибудь 2000 годом, да, до конца 2004 года, этого достаточно, по сути, чтобы обратиться в администрацию сегодня, ну, города Абакана и заявить о своем праве на этот участок, и попросить на гараж и попросить предоставить земельный участок под этим гаражом. Но здесь надо понимать, что такой пользователь гаража, собственник его, он должен будет технические документы на гараж подготовить и установить границы земельного участка под ним. То есть это надо все оформлять, как и под домиком. Да, но, то есть земельный участок и гараж ему дадут без каких-либо документов, то есть никуда, вот достаточно взять этой квитанции старенькой, да, пойти сказать, вот я оплачивал, я пользовался уже давно, документов у меня иных нет. Вот, пожалуйста, дайте мне земельный участок под гаражом, и я оформлю свой гараж. То есть, ну, по сути, вот так. А еще, я думаю, есть вариант отказаться. Под гаражом есть земельный участок. Он когда-то, когда-то кому-то, даже, может быть, не этим собственникам, кому-то выделялся под этот гараж. И в архивах органов муниципального образования должны быть эти документы. На эту землю именно. Да, именно на эту землю. Если человеку вообще ничего не надо, и он не хочет, он может отказаться от этого земельного участка, обратиться в орган муниципального образования и отказаться. Просто приходишь и пишешь. Будет трудно, если на нем объект недвижимости, это уже сложнее. Ну, там уже, я думаю, орган муниципального образования уже может порекомендовать, что ему там делать, примет он, не примет. Просто надо прийти и написать «не хочу». Ну, как правило, сегодня в законодательстве есть возможность отказаться от земельного участка, на котором нет никакого объекта недвижимости. Но тут есть. Да, вот тут есть. Поэтому вот здесь нужно будет индивидуально как-то, не знаю, с администрацией договариваться. Может быть, ну, пока вот. Ну, что администрация заинтересуется, они… Да, я думаю, вот надо просто дать объявление в газету. Я понимаю, что не очень может законную схему. Потому что многие люди ищут себе гараж. Что грех отреть, у нас этих машин развелось, и некоторые вот прямо просто ищут гараж. Они делают там, может быть, двери какие-то, или замок нормальный поставят, и не будут там воровать. Давайте в аренду или продавайте. Ну, надо понимать будет, в принципе, что это будет пользование гаражом, а не владение. Да. То есть это не собственность, это просто пользование гаражом. Ну, вот у нотариуса все и оформят, может быть. А у нас есть следующий звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Мне вот такой вопрос. У нас как бы гараж на Калининской постанции. Ну, там все гаражи, ну, у нас гараж, как бы мы его оформлены по документам, все. Но… Добрый вечер. Мне вот такой вопрос. Говорите, говорите. Ну, там все гаражи разгромлены. Когда-нибудь будут восстанавливать эти все гаражи? На самом деле такое. Ну, это к мэрии, наверное, вопрос. Это, да, это не к нам, к сожалению, вопрос. Ну, Калининская подстанция… Я даже не знаю, где это. Ну, вот я тоже затрудняюсь. Это, наверное, где-то там, где Калинина. Где Калинина, да. Надо понимать… Это, наверное, уже, это, пусть Абаканский район. Возможно. Поэтому на какой территории находится, да, гараж? И если когда-то земельный участок, вот под массив, под гаражный, предоставлялся какому-нибудь кооперативу, или, может быть, на какие-то оформленную собственность участки, на соседние под гаражами, то тогда вопросы эти администрация населенного пункта решать не может. Это должны только собственники гаражей собираться и как-то вот между собой договариваться. Это как фильм «Гараж», где гаражный кооператив. Что-то похожее. Вопрос из нашего мессенджера. Телефон 224118 освободился. Добрый вечер. Работаете ли вы с председателями дачных участков? Ведь они должны следить, чтобы хозяева дач не захламляли участок. Это мы опять к вам, Ольга Лаврентьевна, возвращаемся. Чтобы хозяева дач не захламляли участок, чтобы не погорели соседи. Вот наш председатель общества «Машиностроитель» вообще ничего не предпринимает. Как быть в этой ситуации, спрашивает Татьяна. Вообще, конечно, мы с председателями садоводческих товарищей работаем. И в прошлом году мы собирали информацию от председателя садоводческих товарищей именно по неиспользованию земельных участков. Направляли различные письма предостережения гражданам. Когда нам подавал председатель садоводческого товарища, он говорит, что вот этот участок не используется. Значит, мы такому гражданину направляли письмо о том, что необходимо либо его использовать, либо вы решаете вопрос. Тоже раз вы в садоводческом товариществе состоите, может быть, вы откажетесь от него. Но в любом случае вы должны его как-то ухаживать за ним. То есть такие письма мы направляли. И то, что касается непосредственных, я так понимаю, ну, скажем, действий от нас, да, привлечения к административной ответственности, как я уже говорила, конечно, мы здесь не привлекем. Но в любом случае мы в открытом диалоге находимся. Пожалуйста, если председатель садоводческого товарища нам, опять же, в части не использовано обратиться, мы найдем этого товарища, направим, опять же, письма с предупреждением, все, что мы им можем. То есть это профилактические такие мероприятия в этой части. Но мы, опять же, еще раз повторимся, что люди должны понимать, потому что у нас очень многие граждане не понимают меру своей ответственности по содержанию земельных участков, да? Да, да, да. Вот мой забор, а что-то забором вот не касается. Да, просто не понимают. Поэтому мы еще раз обращаемся к гражданам, говорим, что ответственность имеется, и каждый гражданин, собственник, должен это понимать и знать, и принимать какие-то действия уже к содержанию. И вообще своим дачным кооперативам, ну, я так условно это надаваю общество, вы можете воздействовать, видимо, и на председателя, если он невменяемый. Ну, я условно, конечно же, говорю, неприменительно к какой-то личности. На председателя могут воздействовать члены, да? Да, да, да. Это же общество. То есть они как-то... Меняйте его, договаривайте, вам же будет и лучше. Послушаем еще один звонок. Надеюсь, не про гаражи. У нас сегодня гаражи в тренде, как говорят теперь. Добрый вечер. Хочу задать вопрос. Задавайте. А можно говорить уже, да? Конечно, вы в эфире. Говорите? Здравствуйте. 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 В трубочку говорите? Ага, говорим. Ну, вы пока молчите. Так, секундочку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня дед был, получается, владелец гаража. Он умер, получается. Я его, получается, внук. Мама моя, дочь его, тоже умерла. Документов нет. Как мне можно оформить гараж? Хорошо. Так, не уходите, если будут вопросы. Подержите трубочку. Да. Тут нужно понимать, наследник ли вы у своего дедушки. То есть, есть ли у вас свидетельство о праве на наследство на любое имущество, на любое, пусть не на этот гараж, который вы унаследовали после дедушки. Потому что оформить этот гараж сегодня может только наследник дедушки. Тот, кто поименован в свидетельстве о праве на наследство. Вы и насульщики? Да, да, слышу. Есть у вас наследство от дедушки какие-то? Свидетельство о праве на наследство? В том-то и дело, что нет ни документов, ни наследства. Это было давно уже, лет 20 назад, наверное. Лет 20 назад было. И на гараж ни мама, ни никто больше не оформляли документы. Верно? Да, никто не подавал, ничего не оформляли. Никто не подавал. Ну, ситуация вот как раз та самая сложная, к сожалению. То есть, здесь должна, чтобы внук как наследник мог оформить на себя гараж этот, но сегодня по сути больше не на кого, нужна связь. Связь эта заключается именно в принятии наследства после дедушки, любого. То есть, вы должны любым документом доказать, что вы его наследник. У вас, к сожалению, таких документов нет. И вот... Через суд? Скорее всего, но мы предлагаем вам прийти к нам на консультацию более подробную. Может быть, вы ошибаетесь. Может быть, есть какие-то документы, нужно поднять. Вы нам скажете адрес, и мы уже посмотрим. А если у дедушки было где-то зарегистрировано, что он владеет? Да, я как вот по родственной линии, я же могу... Но это суд. Это суд, как правило. Вот если бы молодой человек был бы наследником на любое, пусть на какую-нибудь квартиру, да, или пусть даже на денежные средства. Но если бы у него было свидетельство о праве на наследство, что он, да, наследник дедушки, то он бы со свидетельством о праве на наследство, на любое имущество, мог бы начать оформлять гараж на себя по гаражной амнистии, по закону о гаражной амнистии. Сегодня это допускается. Куда можно прийти молодому человеку? К кому обратиться? Можно прийти к нам на улицу Вяткина, 12, второй этаж, управление Росреестра. В общем-то, там можно к дежурному регистратору обратиться, проконсультируют. Вот можно к нам на прием записаться, к заместителю руководителя. И мы уже подробно посмотрим, попробуйте поискать какие-то документы. Может быть, что-то найдете, все-таки что-то о дедушке осталось. Ну, пусть на любые какие-то объекты недвижимости. Мы посмотрим у себя и уже сможем вам дать более такую детальную консультацию. 22.41.18 у нас ушел звонок. Но вы понимаете, да, уважаемые телесрители и радиослушатели, что мы пока не ответим на предыдущий вопрос. Мы не можем вас вывести в эфир. Поэтому, ну, набирайтесь терпения. Вот сейчас телефон у нас свободен. И у нас осталось примерно 7 минут в эфире. Лучше позвоните. Я хочу теперь к страшному все-таки перейти. Если у меня не оформлены документы на недвижимость, а мошенники могут этим как-то воспользоваться? У нас же сейчас очень хитрющие эти мошенники. Даже не знаю, чего ждать. Утром просыпаешься и думаешь, а не случилось ли что? Ну, я условно говорю, конечно. Ну, вы знаете, сейчас уже реже, но и по стране, и даже у нас бывали случаи, вот пока вы сидите дома с неоформленными документами, вашу квартиру или дом мошенники могут оформить на себя и спокойнее перепродать ее уже несколько раз. Такие случаи как раз есть. Именно потому, что вы ничего не оформляете, да, более, скажем, ушлые наши граждане это быстренько делают и с целью наживы, понятно, могут один объект несколько раз продать. Такая опасность. То есть они могут зайти в реестр ваш, да, вот этот вот, и посмотреть, оформлена там, допустим, условная квартира, дом по такому-то адресу или нет, и начать действовать. Они могут заказать выписку из нашего реестра недвижимости на конкретный объект недвижимости. Подожревают, который что-то не оформлен, возможно, кто-то живет непонятный или не очень продвинутый. Ну, как правило, так они и делали. Сейчас у нас в этом месте как раз законодательство ужесточается, уже выписку получить сложнее таким же мошенникам. Поэтому таких случаев реже и реже. Ну да, мы слышим периодически, даже перепродажи наших сведений, скажем, на сайте двойниках слышали, наверное. У нас известный банк допускает утечки информации. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Мне говорят, а добрый вечер, скажите, пожалуйста, если вот, добрый вечер, скажите, пожалуйста, если вот у нас квартира приватизирована в 99-м году, куда обратиться, чтобы обновить документы? И надо ли обновлять документы? Спасибо. Четыре минуты у нас. Ну вот смотрите, здесь такой момент есть. Наша служба создана 1 сентября 99-го года. Мы тогда стали регистрировать эти права и в том числе приватизацию квартир. И если они после 1 сентября оформлены, если есть какое-нибудь розовенькое свидетельство или там зеленое какое-то, какого цвета раньше было, то, скорее всего, никуда ходить не надо. Если у вас после 1 сентября, достаньте сейчас твой документ о приватизации. Посмотрите, да, документы. Если до 1 сентября, то это как раз те ранее возникшие права, которые до нас регистрировали другие органы. В БТИ, да. В БТИ, да, как раз. И у нас, возможно, скорее всего, этих сведений нет. Тогда нужно просто взять договор приватизации. Если вот гражданин там один или их несколько, то все вместе прийти в МФЦ и заявить о своих правах. Обязательно все собственники. Если там несколько, то обязательно все. Либо доверенность. Если он один, то он приходит один. Никакой госпошлины за это не уплачивается. Просто паспорт, по сути, и договор приватизации. В МФЦ подаете, мы подтверждаем у себя в реестре ваши права. Все очень просто, как если есть МФЦ. Все очень просто. Слушайте, у нас как-то в одной из наших программ, не помню кто, но кто-то из вас, говорил, что еще я к мошенникам, больная тема, наверное, что есть теперь такая возможность заключить такой договор у вас, или как-то его зарегистрировать, что без вашего личного участия никто даже и не подойдет к документам. Давайте еще раз напомним, что это за процедура такая. Да, это такое заявление, но его можно подать, опять же, если сведения о вас, как собственники этой квартиры, внесены к нам. То есть если все хорошо, если все сведения внесены, и человек боится, что без него какой-нибудь мошенник может осуществить, ну, заключить договор купли-продажи, продумать, да? Да, грубо говоря, поставит какой-нибудь наркотик, который там память не отшибает. Ну, я детективы смотрю иногда. Возможно, и такой вариант. Да, человек вроде как он нормальный, но у него затемненный разум, он едет к Наталью или что-то там может подмахнуть. Вот человек может прийти в МФЦ и написать заявление «Не регистрировать без моего личного участия». Или моего представителя, да? Нет, нет, вот если вот такая отметочка у нас будет, то если даже кто-то от вас, как от собственника, придет по доверенности, мы не зарегистрируем ничего, потому что вы лично сказали, что без меня лично регистрировать нельзя. Сегодня, кстати, такое же заявление можно подать, не выходя из дома, через сайт госуслуги. О! Да. Какой-то плюс есть и от госуслуг. Конечно. Ну, от него много плюсов. От него много плюсов. Так, и у меня же по теме еще вот здесь осталось много вопросов, а у нас, как говорится, еще сколько минут? Минута 40. Тогда я не буду эти вопросы задавать, а что бы мы хотели подвести итог, какой сегодня можно людям важно сказать? Ольга Лаврентьевна. А то вы у нас сегодня как-то молчите в большинстве своем. Мы хотим подвести итоги, все-таки, раз у нас тема противопожарная безопасность, да, еще раз напомнить людям о том, что необходимо соблюдать требования определенные, ухаживать за своими земельными участками, не допускать какие-то нарушения в сфере земельного законодательства, в том числе, да, в любом случае, в любом случае есть такие обязанности, есть такие ответственности, есть такая ответственность у любого гражданина, если он является собственником, либо пользователем земельного участка. Ну и в части регистрации оформлять вовремя, да? Да, я в очередной раз напомню, что все-таки сведения в нашем реестре о ваших объектах и о вас, как собственнике, это ваша юридическая защита, как собственника объектов недвижимости. Ну и жизнь, она длинная у многих и непредсказуемая во многом тоже бывает. И у нас есть такая мудрая поговорка, народ же наш мудрый, без бумажки ты букашка, ну она грубоватая, но на самом деле это так, иной раз вот нужна такая вот бумажка, да нужна и все, даже без вопросов. А сегодня даже и бумажка у нас электронная, как правило. Ой, не верю я этим электронным. Все это как-нибудь, опа, искусственный интеллект. А бумажка, она вот заламинированная пусть будет. Она уже документ. Большое спасибо, что пришли, приходите к нам чаще, рады вас видеть. А у нас погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова